Доброе утро, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим о бесконтактном бою. Для начала представлюсь. Меня зовут Наталья Зайцева. Я та женщина, которая на протяжении 10 лет приглашала в Беларусь Александра Леонидовича Лаврова, Анатолия Ефимовича Белорусова и всех тех бесконтактников, которые висят по списочку на ресурсе pup.by. Я с ними работала. Мы углублялись в темы. Мы сидели вместе на кухне. Мы обсуждали те темы, которые не обсуждаются. При открытых дверях. Более того, я ездила к людям, которые занимаются этими темами из глубины. Изучала тему гипноза глубоко. Список гипнотизеров вы тоже можете увидеть у нас на ресурсе. Этому было посвящено 10 лет. И сегодня, когда я читаю под комментариями по бесконтактному бою, когда пишут молодые люди, что это чушь, ерунда, ругаются матом, пытаются унизить Лаврова или Белоусова, там жесть всякую пишут. Я многие комментарии удаляю. Я понимаю, что это недоумки. Извините, господа, я буду говорить так, как я считаю. Я считаю, что это недоумки, которые вообще ни хрена не соображают. Это мясо. Это пушечное мясо, которое будет убито в любой боевой ситуации. Это расходный материал. Но если вы не хотите себя относить к расходному материалу, тогда я предлагаю задуматься. Так что же такое есть в бесконтактном бою, что противник может упасть на расстоянии? Более того, давайте вернемся в историю. Есть красивые классические истории про казаков, про пластунов, про характерников, которые напускали морок. Что такое морок? Я сейчас набрасываю, для того, чтобы включился просто мозг, и вы задумались, что это такое? И как это может быть? Как может быть, чтобы люди в панике закрывали глаза, хотя вроде бы ничего не происходит? Как они могли разбегаться? Давайте еще уйдем в историю. Давайте поднимем историю побед Тамерлана. Как побеждал Тамерлан? Как какой-то суфи Саид Барака мог влиять на войска? Что Тамерлан побеждал? И он же похоронен, по факту похоронен в Самарканде у Нох, у Саида Бараки. Как это может быть? Почему история знает такие факты? А наши вот эти вот умные, которые ругаются матом на Ютубе, они этого не видят, не слышат и позволяют себе только потому, что они знают какие-то физические приемы и не владеют ничем большим. Позволяют себе вот такое проявление. Но это выбор человека. Хорошо. Вот сейчас я накидала. Теперь давайте. Я накидываю для тех, кто думает головой. Не просто голословно. Просто чтобы сейчас начала складываться картинка из-за сознания. Потому что ответы на эти все вопросы, что такое бесконтактный бой, лежат на уровне сознания. Не программы ума, а осознанности. Это разные вещи. Да? И для того, чтобы включилось сознание, надо запустить определенные механизмы в башке. Давайте зайдем с другой стороны, господа. Вот смотрите. Вы можете взять наше видео, где мы работаем с детьми. Вот мы берем ребенка с аутизмом. Аутизм сегодня официально не лечится. Там же есть сегодня у нас уже информация и по ДЦП. В ближайшее время еще появится по генным мутациям, по тому, что мы работали. То есть те вещи, которые ну никак, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в одной стране мира не излечиваются. То есть людей учат к ним адаптироваться и научиться с ними жить. А теперь смотрите. У нас дети начинают там разговаривать. Уже у одного ребенка дали допуск. Нормальную школу он получил. Он будет учиться в обычной школе. Обычный ребенок. Это за короткий промежуток времени. Скажите, что такое происходит? Что мы такое делаем? Что мы им там куда вставляем? Что у них такое происходит? А теперь скажите. Чем это отличается от бесконтактного боя? Почему вы решили, что махать руками и применять физические приемы – это самое важное на телесном уровне, а сознание, оно вообще никакого отношения не имеет. И психика никакого отношения не имеет к результатам и к воздействиям на других людей. А теперь еще сместите свое восприятие в точку, когда вы действительно, войдите в субъективное, вы создаете эту реальность. Эта реальность строится в вашей голове. Ваша голова продуцирует всю эту симуляцию. И в этой симуляции вы можете развернуть любую картину мира. И в вашей симуляции рождается картина мира, где вы побеждаете противника. И в вашей симуляции рождается картина мира, где вы проигрываете. Как вы думаете, что влияет на проигрыш и что влияет на победу? Правильно, господа? Это ваше состояние, а состояние напрямую связано с состояниями сознания. Если вы идете тупо как животное, как баран в бой, вы становитесь пушечным мясом. И здесь вы, конечно, можете рассчитывать на свое физическое тело, что оно крутое, что оно выдержит. Но оно выдержит ровно столько, сколько может выдержать мясо. Если вы уже добавите сюда интеллект, программу ума, вы сможете выжить больше, вероятность возрастает. Потому что где-то сможете обхитрить, где-то сможете увернуться, где-то сможете не пойти в ловушку. Где-то сможете придумать что-то, как обезвредить противника. И это тоже логично, это все понятно. А как создать в своем уме реальность, не в уме, в сознании, реальность, в которой результат предопределен? Вот это мучил Лавров. Представляете? Вообще классный дядька был. Я вспоминаю его семинары. Если бы его семинар последний не был таким жестким, его нигде не найдете на видео. Он просто вынес мозг у большинства людей. Раскачал их состояние очень сильно. Кто-то был безумно благодарен, закидывал меня письмами благодарности. А кто-то вообще возвращал деньги и кричал, блин, никогда сумасшедший дядька, выживший из ума. А на самом деле что произошло? Лавров всего лишь поднял травматику человека и попытался включить осознанность. Когда у человека очень много травм, это невозможно. Надо идти и прорабатывать. Но скажите любому спортсмену, дорогой, для того, чтобы владеть приемами сознания, надо не только владеть своим физическим телом. Это надо. Это обязательно надо. То есть на бесконтактном бою физуха я искренне благодарна всем тренерам, которые приезжали. Потому что, например, мой старший сын, конкретно падая с мотоцикла и пролетев порядка 30 метров, он просто перевернулся в кувырке и остался живой и без травм. Хотя реально, вы понимаете, это очень была травмоопасная ситуация до летального исхода. Но это все благодаря тому, что на этих семинарах учили, очень хорошая физподготовка была. Он справился с ситуацией. И это один большой плюс. Физическое тело – это огромный плюс. Но кроме физического тела есть еще психическая составляющая. И в нормальных боевых искусствах всегда ей уделяется большое значение. И в спорте ей уделяется большое значение. Если спортсмен психически, психологически не готов, то победы не будет. Это кусок большой. Но с сознанием практически у нас никто не работает. А я, когда смотрю на спортсменов и вижу глаза самнамбула, я понимаю, можно вложить любую программу. И будет другая картина мира. И зайти с любой стороны, и он просто развернет другую картинку реальности, где он достигает другого результата. Вот это и есть бесконтактный бой. Но тогда чем он отличается от магии сознания? Чем он отличается от аутизма? И тогда следующий вопрос. А зачем тогда бой? Ну, по большому счету. Бой – это попытка двух людей подраться и что-то получить, да? Через мордобой. Зачем? Если вы выходите на магию сознания, если можно сесть и договориться. Вы же люди. С точки зрения азарта и спорта тогда проходит, да? А с точки зрения военной не проходит вообще никак. Осознанные люди идут драться. Вы что? Я вас умоляю. И, соответственно, все вот эти штуки с осознанных людей – это и спрос больше. Осознанный человек понимает, что если он причиняет осознанно другому травму, вмешивается в его кармические задачи и так далее, ему и прилетает больше. И тут завязывается вообще совсем другая глубина. То есть осознанность и магия сознания тянет за собой ответственность. Ответственность за свой выбор и за воздействие на ту реальность, которую ты создаешь. Потому что каждый создает свою реальность. Есть точки пересечения, есть доминанты и так далее. И огромный пласт знаний, который почему-то в нашем обществе закрыт. А я бы его начинала давать детям со школьной скамьи. Понимаете? Потому что это реально очень большой пласт знаний. Так вот, господа, если вы все-таки занимаетесь рукопашкой, если вы все-таки занимаетесь физухой, просто включите мозг. Для начала гипноз. Его надо освоить и вписать. И вот после того, как вы освоили, и после того, как у вас проснулся интерес, блин, так что же такое происходит в гипнозе? И можно ли пойти дальше? И что можно дальше? И готовы ли вы отказаться от агрессии и заменить ее любовью? Вспомните ролики Лаврова, где он со своими этими вот ходил и показывал, как работают поля и так далее, то, что многие там хают в интернете. Лавров много толковых вещей давал. И по управлению временем, и по всем остальным. Он очень много толковых вещей давал. И те люди, которые хают в интернете, вообще башкой не думают. Ну, просто задумайтесь хотя бы, вот просто добавить к физухе гипноз, уже будет другой результат. А если к гипнозу добавить еще работу с сознанием, и с ответственностью, и с переносом Бога, и я уже пошла по программному обеспечению, что надо делать, да? Как накидывать? То будут другие результаты. Потому что неважно, каким образом ты влияешь на человека. Ты влияешь через его исцеление, или ты влияешь, отправляя его на кладбище. Разницы, по сути дела, никакой технической. Вопрос твоей ответственности, твоего внутреннего состояния и твоей готовности что-то творить. Что для тебя является творением? Вот для меня является творением помощь детям. Но она на самом деле ничем не отличается от бесконтактного боя. Так-то, господа.